Дома там или чего-то. Это не охватывает это решение. Это решение касается того, когда вы предварительно собираете, извещаете и так далее, и так далее. Обычная встреча в таком свободном... Нет, это во дворах вы как ходили, так и тоже. Я не о собрании говорю, а как сказал депутат. Собрание отвечает тем, что предварительно появляется извещение, время, место. Наталья Николаевна, давайте я секундочку сформулирую вопрос, который сейчас попоймялся. Вопрос надо будет. К каким категориям встреч с депутатами, депутатами, с гражданами относится данный проект решения? Ко всем? Встречи, которые носят уведомительный характер. То есть уведомляют избирателей и о дании, и времени проведения. Ко всем. Виктор Александрович, пожалуйста, могу. Я во дворе, если я уведомил, я все равно во дворе встретиться не могу, а могу встретиться только по этим адресам. Встретиться, предварительно вы можете только по этим адресам в этих специальностях. Юрий Ларисович, пожалуйста. Виктор Александрович, пожалуйста, коллеги, попрошусь с помощью внимания, не превращайтесь в базар. Я просто своих тогда потащу в солнышко, что это? Юрий Ларисович, Юрий Ларисович. А как тогда мои права как депутаты? Да, выступление. У меня только не обязательства. Юрий Ларисович, мы сейчас у всех. Я вам сейчас об этом сказал, поэтому вы сейчас обсуждаете этот вопрос. Очень много вопросов, да. У меня вопрос. Виктор Александрович, пожалуйста. Сейчас у нас просто тогда будет. Позвольте, позвольте, вот другу я поднимал, слушал всех. Позвольте. Значит, первый вопрос. Здесь сказано о депутатах. Городской думы, областной думы, федерального собрания. Какие депутаты касаются? Все депутаты. А как они могут всех присутствовать? А мы определяем места на территории города Саратов. Мы не определяем места для отличия конкретных депутатов того или иного законодательного органа. Мы определяем места на территории города Саратов, на которых предполагается организация проведения встреч. Депутаты предложения. А предложили вот эту перечень вы этот, понимаете, да? Ну, городская администрация. Нет. Данный перечень утверждет постановление правительства Саратовской области. А зачем мы должны вот это вот ерунду принимать? Еще и мы. Согласно требованиям федерального закона, с той седьмого я начала с этого, доклад данного вопроса, предусмотрено обязанность органом местного управления на своем уровне утвердить перечень. Понятно. Утвердить перечень. А почему мы повторяем тот глупый перечень, который вам отпустил, каким-то постановлением? Вот это вот. Из восьми скверов. Мы готовы рассмотреть предложения депутатов с указанием адресов и данный вопрос к рабочей группе. Вы готовили, у меня очень простой вопрос, а вы готовили решение, которое касается депутатов, даже наших. А вы предложили из депутатов, собирали? К сожалению, нет. Ну, а как же вы в отношении нас готовите решение, не собираясь из нас предложить вопрос? Поэтому, естественно, у депутатов возникают вопросы, так же, как сегодня возникли на ПДС вопросы, когда перед нами выкатили перечень новых улиц, которые будут ремонтироваться уже в следующем году, а депутатов, они ничего не знают. Ну, вот этот вопрос тот же самый. Это отношение администрации, не обижайтесь, что мы к нам. И у них. Поэтому, к нам, ко мне, вот с данным вопросом, где бы вы, Александр Юрьевич, хотели, на вашей территории, где вы видите, возможно, встречи ко мне не обращались. Может быть, к кому-то еще обращались, я не знаю. Поэтому, коллеги, я предлагаю вопросы. Да, вопрос все равно. Если вы сюда, пожалуйста. Пока мы рассмотрим, у нас жизнь идет, люди встречаются. Ну, вот нам сейчас предлагается, депутатам собираемся, нам предлагается встречаться с избирателем. Вы не только предложением каким-то, а сами встречаемся с ними. Вы называете сейчас постановление правительства. С адресами. С адресами. Значит, что значит это постановление правительства? Оно имеет какую-то законную силу, раз оно в развитии федерального закона? Оно равно. Могут ли, если я встречусь не в сквере-героях Краснодона, скажем, а, ну, я не знаю, в детский саде КАЭС, вот рядом с ним, не поразгоняем ли там больше трех собрательств? Можем ли мы сейчас проводить встречи? До принятия данного решения, конечно, можете. А что же вы тогда ссылаете, когда вы задаете вопрос по поводу перечня, вы говорите, а вот постановляет правительство, поэтому ищет. Перечень утвержден постановлением правительства. Твержден, значит, нельзя. Мы можем выйти с инициативой о расширении данного перечня. Расширение кто расширяет? Будет правительство или мы? Становление правительства Саратовской. А, сначала правительство, а мы что, опираемся на нормативный документ постановления правительства при принятии своего решения? Там утверждены перечни специально отведенных мест на территории города Саратов. То есть, на них утверждены мы как можем в решении органа государственной власти вносить изменения? Мы выйдем с предложения. Значит, нам все-таки, наверное, надо свое решение принять от себя, как бы ограничить? Или все-таки этот нормативный документ, он действует уже? Постановление правительства действует. Значит, нам в других местах собираться нельзя? В каждое постановление правительства в Саратовской области может вноситься изменение. Подождите, мы не можем вносить изменения в постановление правительства. Оно действует сейчас? Мы не можем вносить изменения в постановление правительства. Оно действует. Действует. В других местах нельзя собираться. Сейчас, на данный момент. А говорить можно. Прокомментируйте, пожалуйста. Прокомментируйте, пожалуйста. Прокомментируйте, пожалуйста. Разогнать муниципального депутата нельзя, потому что закон надо изменить. Муниципальный депутат – это единственный депутат, который работает с населением. Постоянно, ежедневно. Вот как ему работать с населением. Поэтому вы должны определить. Да, поэтому вы должны перейти. Поэтому администрация внесла. У меня столько вопросов. Давайте по очереди. Вот сейчас коллеги до рабочей группы, до решения, тоже хотят задать вопрос. Депутат Куреев, пожалуйста. Депутат Куреев, 3-й округ. Вопрос юриста. У меня округ большой. 38 тысяч избирателей. 700 дворовых территорий. Я на каждом должен провести встречу с жителями. Это значит, я каждую дворовую территорию должен вести в этот перечень. Совершенно верно. Потому что закон предусматривает встречи депутатов в специально отведенных помещениях, в специально отведенных местах. А сколько их будет? 400, 500, 600, 10, 8. Это решать вам. Дополнение... О чем он говорит, я хочу сказать. У нас нет закона, конечно, о статусе депутата. Но до настоящее время данный проект решения, как вы считаете, он не ущемляет права мутипальных депутатов? Не ущемляет. На осуществление своей деятельности. И не только депутата, но и на силе и не. Пока нет закона о статусе депутата. Его и не будет. Данное решение, оно не ущемляет, поскольку вы обязаны, как депутаты, утвердить эти места. Вопрос о местах. Вы сами, каждый депутат, должен определиться, какие места, в том числе для вас, будут необходимы для проведения всех этих встреч, всех этих работ, ваших собраний и всего остального. А ради 131-й закон у нас не примогли, есть ли? 131-й закон не примогли. И мы сейчас этим всем занимаемся. Перед нами поставлена задача, и мы сами перед собой поставили эту задачу. Мы должны дойти до каждого жителя, до каждого избирателя. И тем более, что мы расскажем сегодня о подустройстве среды нашего города. Саратовый конкретно, наш артный район. Вот сейчас мы ходим на предприятия и встречаемся там, в ЦИХА, в отделах. Это вот как мы можем, например, одно предприятие завтра будет, другое предприятие, а может оно внезапно появится. Если сейчас мы, например, не зарегистрируем тот или иной объект, значит мы туда уже не сможем прийти, а нам удобно с ними там встретиться, потому что все люди, ну, например, сейчас я говорю про ЦИХА, да, мы встречаемся на заводе, там люди там работают, ловить на перерыв, мы можем с ними продувать. Как с этим быть? Вы туда сможете прийти, просто вопрос в другом. Здесь порядок проведения встречи будет немножко ироничен. Если вы приходите сегодня, а надо провести встречу, приходите к руководству и говорите, вот, я пришла к вам, у кого могут есть вопросы, соберите коллектив, там, сложность на час, на час, на час. Понимаете, если заранее не носят уведомительный гараж, то, знаете, никого из вас не проводить. Нет, мы не пишем объявления, мы звонили, мы пишем, я готова идти к ЦИХА на 22, у вас рабочая встреча. Уважаемые коллеги, это скользкий вопрос. Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы? Здесь поступило предложение, если бы звучало, но рабочие группы. Значит, я не знаю, как речь здесь, это рабочая группа, рабочая группа, это мы должны будем полностью переработать весь проект решения сами. Логично? Меня предлагают проект решения, которые нам предложили. Я не вижу, как это перерабатывать сейчас. Что здесь, дополнять перечень мест? Видимо, это... Нет, одну секунду. Но мы же, мы, наше решение, каким образом будет принято? В противоречии решения православных правительств? Оно не будет претворечить. В правительстве удерживаются немножко иные места, не относительно встречных... Гайпадки, я говорю. Я говорю, мне кажется, что это понятие массовых мероприятий, уведомительных науторах. И встречи с избирателями. Просто администрация взяла за основу те места, которые утверждены постановлением правительства для проведения вот этих вот массовых мероприятий. Скажите, пожалуйста, так вот, неужели, вот, вот, смотрите, а если мы будем сюда включать места, которые муниципалитету не принадлежат? Нельзя. Только? Нельзя. А как проводить на этих местах встречи, которые не принадлежат? Я вам хочу сказать, Александр Ильич, решите еще справочно. Дело в том, что закон не ограничивает право. Закон, три формы. Встреча депутатов с избирателями в помещениях, раз. В специально отведенных местах, два. А также на внутридворовых территориях. Что касается внутридворовых территорий, о чем многие депутаты сейчас говорили, они этим решением не регламентируются и ничем не ограничиваются. Как было, так и... С чего вы взяли? Я взял из закона 131. Какого закона? С 131. Подожди, другой закон. Вы говорите, что есть? Нет, закон о внесении изменений. Это тот же самый закон просто немножко. Обратим объявление за три дня и соберем народ. И миличек за две недели еще раз. Еще раз повторяю, еще три формы встречи. Если вы захотите где-то собраться, кроме... Мы вас сначала спрашиваем, вы сначала скажите, если мы в том же дворе ваши слова могут запись поднять, вы сказали, будет встреча. Сейчас вы по-другому говорите. Я не так говорю. Так говорите. Я сказал, что... Вы у нас сейчас два раза в два месяца, поэтому... Несвойственным вам делом занимаетесь. В инвестирации что, работают? Да не работают, я вот в инвестирации. А что, у вас сейчас в инвестирации вышли здесь? Не туда и не сли глупость какую-нибудь, вы тут отстаиваете ее. Это не глупость. Это то, что положено сделать в Саратовской городской думе. Принять этот правовой акт нормативный. Значит, для каких депутатов? Да. Для всех, в том числе для уровня местности управления. А как это может быть, для уровня местности управления понятно. Для депутатов Госдумы как это может быть? Дело в том, что закон также о статусе депутата Государственной думы и статусе депутата субъекта, те же самые полномочия. Органы местности управления определяют места. Это одни. Это один закон, а один полномочий. Хорошо, когда у меня вопрос. А где приложение сейчас к этому решению депутатов Госдумы, которые предлагают, какие места они хотят? К ним обращались? Я не знаю. А вот это областы, к ним обращались? Нет, не обращались. К сожалению, не обращались. Я предлагаю данный вопрос решением дорабатывать. А больше чем относиться к рабочим группам, он дорабатывает. Или к юристам? Или к юристам? Пока еще нет никакой рабочим группы. А просто вопрос. Депутат Чернов, 8 округа. Скажите, пожалуйста, если так произойдет, что мы там пропишем почти все территории, да, или какую территорию забудем, какая административная или какая-то иная ответственность неусмотрена, если все, депутат встретится, не установлен вместе, что за это грозит вообще? Отсюда. Я не знаю, о какой-то решении. Причем я. Дай, что ты, в этом. Зэк, вот, Зэк. То есть, кто-то из ее убийства, можно это сказать? Я вам сказал. Я лично не знаю, о какой-то решении. Так, уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, какие есть предложения? Пожалуйста. Ну, вот, мне сейчас, говоря, непонятно, что же, на самом деле, менять. Потому что принять для всех депутатов нам вот здесь с непроясненными терминами, с непроясненными вот этими предложениями, где нам, ссылаясь на постановление правительства, предлагается 8 бульваров, а потом окажется, что они относятся вообще не к этому, не к встречным депутатам, а вообще к местам где-то. Я думаю, что нужно отклонить сегодняшний проект решения. И чтобы тщательно на работе. Не буду я в рабочей группе придумывать чего-то. Пусть сначала проработают на самом деле, рубежи. Конъективная плана. Совершенно верно. А до какого? Давайте это, вы сами определились. Давайте мы сами определимся. Вы определяете сами, только есть требования закона, и вы должны принять. До какого? Хорошо. Вы уже должны были принять, как минимум, рекомендованный срок применения. Значит, мы ничего не должны. Нам его внесли только что. Мы не должны ничего принять. Уважаемые коллеги, у нас все, кстати, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, давайте спокойно в рамках оконодательства. У нас депутаты, 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 представители, мы принимаем решение путем голосования, да? Вот, и обжаловать мы его можем только в судебном порядке. Поэтому, либо требования прокуратуры, которые мы будем исполнить. Уже есть, тем более. Уважаемые коллеги, еще есть какие предложения? Уважаемые коллеги, поступило предложение депутата Маркова Виктора Константиновича отклонить данный проект решения. Кто за это предложение прошу голосовать? Отклонить, да? Потом за, за. Иди на глаз.